Здравствуйте, я хочу рассказать вам о надувном круге Swim Trainer. Это, без преувеличения, лучший надувной круг для детей в мире. Он был изобретен больше 15 лет назад в Германии, и с тех пор начал поставляться во все страны мира. И с 2007 года мы возим продумывал в Россию. С 2011 года на рынке уже представлена новая модификация с цветным лягушонком. Сейчас попозже я про это скажу. Он отличается от обычных кругов тем, что в Swim Trainer малыш находится, если вам видно, в ближайшем положении. То есть он не торчит, вот как поплавок из воды, а он находится в правильном положении, в ближайшем. И не надо для этого специального поддерживать снизу. При этом специальные камеры держат ребенка, чтобы он не выпал из круга. И специальные ремешки делают так, что ребенок не будет клевать носом. Покупая этот круг, то есть он состоит из пяти разных камер, все надуваются отдельно, высочайшее качество, и мы даем полгода гарантию на этот круг. Когда вы покупаете, вы получаете его вот в такой яркой, посмотрите, красочной упаковке. Он весит чуть меньше 500 граммов. Вот достанем круг оттуда. Он выглядит вот так. Вот так выглядит новый Swim Trainer. Есть специальные правила, как его нужно надувать. Все эти правила и инструкция по обучению ТИ-плаванию с этим кругом тоже есть вот здесь в коробке. Здесь есть иллюстрации, фотографии можете прочитать на русском языке и на всех европейских языках. Как вы видите, если я поближе поднесу, круг состоит из нескольких независимых камер. Они отмечены цифрами. Вот видите, вот по этому шву идет первая камера, за швом идет вторая камера и второстепенные камеры, вот белые. Их нужно надувать в первую очередь. Я сейчас при вас прям попробую надуть. Надуваем эту камеру боковую. Эта камера не позволит ребенку выскальзывать из круга. Надувать ртом. Никакого насоса дополнительного не надо. Все делать очень просто. Теперь вот надували боковые камеры. Теперь надуваем камеру нижней поддержки. Это поддержка горизонтального положения в воде. Так, готово. Теперь надуем ремешок, который не дает ребенку запрокидываться вперед. А вот теперь важно вначале надуть камеру под номером 1. Вот она, внутренняя камера. И только после этого нужно надувать последнюю самую большую камеру, камеру номер 2. Посмотрите, я надул камеру номер 1. Видите, она надутая. А вторая камера пока еще пустая. Это важно, потому что если вы надуете вначале вот эту камеру и только потом первую, то будет круглой формы. Это неправильно. Он должен, вот эта камера должна чуть-чуть выпирать. Так малышу будет удобнее, и так будет правильнее. Все, свинтрейлер надул. Дальше смотрите, как выглядит замочек. Это запатентованная система. Здесь вот дополнительная фиксация для безопасности. Крышечка с нашим логотипом, с лягушонком. Там отдельно этот замок и вот этот. То есть вначале мы соединяем вот эти камеры на спине малыша, чтобы он не выскользнул с круга. И потом соединяем замок сверху. И закрываем все это защитной крышкой. В надетом виде это выглядит вот так. Этот замочек регулируется по длине, под размер ребенка. И видите, ребенок лежит на воде. Это красный круг. Он предназначен для обучения с трехмесячного возраста. Для обучения детей с трехмесячного возраста. То есть новички и самые маленькие детишки, им нужен красный круг. Он отличается от остальных, от оранжевого и желтого, тем, что он самый большой. Они еще ничего не умеют, им нужна максимальная поддержка. И здесь ваша задача, как родителей, будет научить их малыша отталкиваться ножками. Чтобы он самостоятельно, синхронно отталкивался ножками. Когда он станет старше, это не раньше двух лет, круг можно уменьшать. Меньший вариант круга оранжевый. Вот, посмотрите, размер. Вот это красный, самый большой круг для новичков. Это для детей постарше, не раньше двух лет. Он поменьше. С двух лет до шести можно их использовать. Красный с трех месяцев до четырех лет. Это с двух лет до шести. Здесь уже, здесь добавляется упражнение на выработку движений руками. То есть, надо учиться синхронизировать разводки руками с отталкиванием ножками. Желтый круг, это последний этап обучения плаванию. Он самый маленький из всех, видите. Так как он самый маленький, здесь меньше всего поддержка и больше всего свободы движений. То есть, подразумевается, что дети либо самые старшие, самые физически развитые, либо самые опытные в воде. Он уже нужен для плавного перехода к самостоятельному плаванию. Его можно потом сдуть, и ребенок уже самостоятельно правильно, технически правильно плывет. Это оранжевый этап. Средний этап, например. На желтый этап не раньше четырех лет. С четырех до восьми лет. Таким образом, круги своим тренером нужны для чего? Для удобства. Родителям не надо постоянно держать ребенка снизу. Он не будет висеть у вас на шее, когда вы попадете с ним в бассейн, либо на море, на озеро. Плюс это безопасно, то есть он не выскользнет, не перевернется, ничего с ним не произойдет. И в-третьих, это методика обучения плаванию в три этапа. То есть, три в одном. Эта система запатентована, и поэтому этот круг действительно самый лучший в мире. Мы даем полгода гарантию на его качество. Это, пожалуй, все, что хотел сказать о кругах сам тренера. Спасибо. Спасибо.